Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас самопознание. Тема нашего сегодняшнего урока – молодежные неформальные группировки. Обратите внимание на критерии выставления оценок. Первое – посещаемость 10 баллов, выражать свое мнение 20 баллов, своевременная издача домашнего задания 20 баллов, активность на уроке 20 баллов, научно выразить точку зрения 10 баллов, полное освоение материала 20 баллов. Итак, существует ряд молодежных общественных организаций позитивной направлении. Все они имеют большие воспитательные возможности, но в последнее время резко возросло число неформальных детских и молодежных объединений самой различной ориентации. Среди них немало структур с ярко выраженной антисоциальной направлением. За последние годы в нашу речь влетела и укоренилась в ней теперь уже знакомое слово – неформалы. Пожалуй, именно в нем аккумулируется ныне подавляющее большинство так называемых молодежных проблем. Неформалы – это те, кто выбивается из формализованных структур нашей жизни, не вписывается в привычные правила поведения, стремятся жить в соответствии со своими собственными интересами. Особенностью неформальных объединений является добровольность, вступление в них и устойчивый интерес к определенной цели, идее. Вторая особенность этих групп – это соперничество, в основе которого лежит потребность самоотверждения. Молодой человек стремится сделать что-то лучшее, чем другие, опередить в чем-то даже самых близких ему людей. Это приводит к тому, что внутри молодежные группы неоднородные, состоят из большого числа микрокруппировок, объединяющихся на основе симпатии и антипатии. Они очень разные, ведь многообразные, те интересы и потребности, ради удовлетворения которых тянутся друг к другу, образуя группы, течения и направления. Каждая такая группа имеет свои цели и задачи, иногда даже программы. Своебразные правила членства и моральные кодексы. Существуют некоторые классификации молодежных организаций по направлениям их деятельности и мировоззрения. Теперь у нас виды их субкультуры. Первое, одно из наиболее распространенных неформальных молодежных объединений со своей собственной субкультурой, имеющие давнее происхождение. Это сообщество фанатов. Фанатизм – это образ мысли и поведения фанатиков. Фанаты – это сложные по организации сообщества, очень часто составляющие асоциальную и антисоциальную субкультуру. Следующие у нас байкеры. Байкеры – это любители и поклонники мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Характерным также является объединение с единомышленниками на основе этого образа жизни. Для байкеров характерны объединения в клубах. Несмотря на достаточно распространенный стереотип, такие объединения в настоящее время носят в подавляющем большинстве случаев мирный характер. Следующие у нас – панки. Панки считается, что субкультура панков зародилась в Нью-Йоркской богеме. Однако свое истинное рождение она обрела в Великобритании. Их лозунг «Все мы разные, все мы равные» является основой панк-движения, а понятие панк уже давно стало синонимом антифашизма. Панк – это движение является всемирной андеграудной сетью, противостоящей и составляющей альтернативу шоу-бизнесу и господствующей культуре. Панк – это не только форма, но и определенные идеи бунткарского содержания. Следующий у нас – паркур. Паркур – это дисциплина, заключающая в быстром преоделении препятствий и представляющая из себя совокупность навыков владения своим телом, которые в нужный момент могут найти применение в любой из жизненных ситуаций. Дисциплина основана на простой философии «нет границ, есть лишь препятствия». Флешмоб – это заранее спонированная массовая акция, в которой большая группа людей внезапно появляется в общественном месте в течение нескольких минут серьезным видом выполняет заранее оговоренные действия абсурдного содержания и затем одновременно быстро расходится в разные стороны, как ни в чем не было. Следующий у нас – готы. Готы являются целостной субкультурной, в основе которой лежат музыка, литература, искусство и мод. По большой части готы носят черные одежды, красят ногти, волосы и губы в черный цвет и подводят глаза, хотя это описание подходит не ко всем готам, но большая часть выглядит именно так. Цвета различные, но доминируют черный, бордовый, фиолетовый, хотя редко бывают и другие, в том числе экстравагантные цвета. Одежда украшается кольцами, цепочками, шнуровками, пряжками. Излюбленный атрибут – готов персин. В противовес грубому герою безликой человеческой толпы готы подчеркивает свою утонченную изысканность, интеллект и интеллигентность, которые имеют свои внешние символы. Утонченная аристократичность, чувственная нежность, длинные волосы, мягкость поведения, подчеркнуто астеническое телосложение и поэтичность. Следующий у нас эмо. Эмо – это термин, обозначающий особый вид хардкор-музыки, основанный на сокрушительных, сильных эмоциях в голосе вокалиста и мелодичный, но иногда хаотичный или полностью отсутствующий музыкальной составляющей. Виск, плач, стоны, шепот – отличительные особенности этого стиля. Тексты песен носят личный характер о переживаниях автора, а в некоторых случаях – о политике. В настоящее время этот стиль музыки подразделяется на эмо, эмо-кор, сан-диего-хардкор, эмо-вайлнес, скриму, френч-скриму. Субкультура поклонников эмо носит название эмо-киды. Молодежь в стиле эмо предпочитает особый стиль, который выделяется их среди других субкультур. Они носят черные цвета в сочетании с розовым или другими яркими цветами. Классическая одежда эмо – это одежда в черно-розовой гамме, где узоры также двухцветные. Различные повязки на руках и запястьях, пояса с железными бляшками, перчатки без пальцев, рюкзак с различными значками эмо. Итак, определение и координация общей направлений и влияния неформальных объединений на личность не только педагогическая, но и социальная – проблема огромной важности, ибо нравственное здоровье подрастающих поколений – забота всего общества. Спасибо за внимание.